Ясас, ребятки, меня зовут Конан, и сегодня я хочу немножко рассказать и дать советы начинающим видеоблогерам, потому что у меня в этом есть опыт небольшой, я уже, чтобы понимали, два года занимаюсь всей вот этой вот хуйнёй, поэтому что-то да я знаю, и на обоих каналах, кстати, у меня больше 100 подписчиков. Я не буду рассказывать именно 1000 подписчиков, сперва нужно набрать 100, и потом уже 1000. В принципе, логично. Давайте без лишних слов погнали. Сперва, чтобы вы не создавали, чтобы это не было, летсплей, влоги, такие рассказы, как у меня, шортсы вообще, очень важно убрать всякие знаки, вроде мапы Зена, там Кайнмастера, Капката, все вот эти вот военные знаки разных сайтов. Зараз это очень легко, достаточно скачать, либо не скачивать с Play Store, а с каких-то других сайтов, либо вообще заплатить и платить каждый раз и покупать премиум. Но нужно обязательно иметь, ну, в 2022 году, я думаю, что нужно уже как минимум 1080 пикселей иметь видео. Следующий совет, которому, к сожалению, я тоже не придерживаюсь постоянно, потому что у меня не получается, это, конечно же, стабильность. Нужно выпускать видеоролики часто, обычные видеоролики вот такого вот формата, хотя бы раз в три дня. Это очень важно, без этого новая аудитория не появится никак. Просто очень многие начинающие видеоблогеры выпускают раз в неделю, потом у них не выстреливают, и они просто сдаются, но это не так. Да, есть какие-то видеоблогеры, которые там за месяц набрали 40 тысяч, 60 тысяч, но это один на миллион, и вы не думаете, что с вами тоже может быть такое? Да, это жёстко. Не совсем такое будет. Нужно выпускать очень часто, и пытайтесь всё же не перегружать себя, вот я говорил, раз в три дня, допустим, раз в два дня, и пытайтесь больше сконцентрироваться на качество, чем на количество. Просто это не значит того, что нужно выпускать прям раз в неделю очень крутое видео. Следующий тоже, там, скажем, третий, небольшой совет, пока перейдём к четвёртому главному. Это, заходьте в тренды, смотрите, я понимаю, но у многих из вас есть какие-то свои идеи, очень оригинальные, очень интересные, но пока на вашем канале нет какой-то большой своей основной аудитории, эти ваши всякие идеи никто не будет смотреть. Ты чё, охуел, блядь? У меня вот тоже есть всякие видео про вот животных, именно которых я создал, потому что я хотел этого очень сильно, тот же язык, языковое разнообразие, но они не набирают просмотров, потому что пока у меня нет огромной аудитории, она не заходит в трендах, потому что сама эта идея, возможно, интересная, но сейчас не хайповая. Поэтому всегда заходим в тренды, и нужно иногда делать то, что в трендах. Я не говорю, что нужно снимать какую-то дичь, как снимают многие блогеры, по типу, ну, вы знаете, очень хреново ролики. Я именно говорю, вот, был Бабл Квас в тренде, я тоже записал летсплей про Бабл Кваса. Было какое-то... Когда заблокировали многие вещи и убрали из России. Я про это обязательно сделаю ролик, который тоже на просмотров. И всё вот в таком виде, можно сказать. Не обязательно выпускать какую-то дичь, можно выпускать нормальные видео, которые могут очень легко залететь в тренды. А ваши какие-то личные идеи интересные, их можете сохранять, иногда выпускать, как я это делал. Ну, я бы советую, вот, когда вы наберёте уже свою аудиторию, потом можно всё это реализовать. И последний совет, и, наверное, сейчас главный ключ к тому, чтобы набрать много подписчиков, это YouTube Shorts. Короткие видео. Тело такое. Короткие видео, это очень противоречивый формат. Потому что даже обычное, самое тупое видео, можно набрать очень много просмотров, от которого у вас может появиться очень много подписчиков. Но, эти подписчики, они от вас будут ждать только короткие видео. Обычные видео, они наверняка смотреть не будут. Или будут, но очень малое количество. То есть, усть тысячи подписчиков, которых вы набрали на коротких видео, обычные видео будут смотреть около, ну, не знаю, там, 10-20 человек. Может быть, и то не всегда. Поэтому, ну, такой себе формат, эти короткие видео. Но всё же, я бы советовал вам делать короткие видео. Ребятки, это, наверное, самый простой способ набрать подписчиков. И, чтобы набраться 100 подписчиков, мне кажется, вам хватит, ну, где-то недельки-две, может быть, месяца. Ну, может быть, за два месяца. Но вы обязательно добьётесь этой цифры, если будете делать всё, что я вам сказал, ребятки. Я вам гарантирую, ребятки, просто не сдавайтесь. Но это не точно. Да, это сложно, но всё так работает в YouTube. Подпишитесь обязательно на канал, помогите мне тоже в развитии, поставьте лайкос, ребятки. Заходите на мой телеграм-канал. А с вами был я, Конан. Всем удачи и всем пока-пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok